Важное событие в международной политике. Сегодня в Сочи прошли переговоры между президентом России и королем Бахрейна. Самое маленькое государство арабского мира играет огромную роль на Ближнем Востоке. Главной темой обсуждения стала кризисная ситуация в этом регионе. Владимир Путин и Хамад Бен Иса Аль-Халифа согласились. Необходимо добиваться мирного урегулирования сирийского кризиса. Интересная особенность сегодняшней встречи. Президент и монарх обменялись поистине королевскими подарками. Подробнее обо всем в репортаже Ильи Костина. Ворота в регион Кирсидского залива. Россия намерена активизировать сотрудничество с Бахрейном. В условиях новой волны мирового экономического кризиса и низких цен на черное золото нефтедобывающим странам в одиночку выстоять сложнее. На переговорах в Сочи Владимир Путин и Хамад Бен Иса Аль-Халифа жмут друг другу руки. Говорят о непростой обстановке в Ближневосточном регионе и в важных совместных проектах. Ваше Величество, дорогие друзья, позвольте мне вас сердечно поприветствовать в России. Несмотря на достаточно непростую ситуацию в экономике, тем не менее мы продолжаем создавать необходимые для расширения нашего взаимодействия механизмы сотрудничества. Пахрейн является нашим важным партнером в заливе и на всем Ближнем Востоке. Мы очень рады видеть наших друзей, иметь возможность поговорить и по двусторонним отношениям, и поговорить о ситуации в мире и, прежде всего, конечно, в регионе. Сегодняшняя встреча – это хорошая возможность для обсуждения дальнейшего укрепления двусторонних отношений и для обмена мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и во всем мире. А что касается проблем в сфере экономики, я уверен, что в сотрудничестве все страны смогут преодолеть имеющиеся трудности. Что касается Бахрейна, мы готовы сотрудничать с Россией по всем вопросам. Весь Бахрейн немного меньше, чем Москва в пределах МКАДа. Население всего миллион двести тысяч человек. Но совместная торговля и растущий товарооборот для обеих стран имеют стратегическое значение. Из России сахар, говядина, мясо птицы и зерно. Из Бахрейна инвестиции на сотни миллионов долларов и доступ к участию в крупных энергетических проектах. Кроме того, представители деловых и финансовых кругов королевства хотят поучаствовать в сделках по приватизации государственных активов России, включая пакеты акций в госкомпаниях. Бахрейн является очень важным соинвестором с РФПИ. Они до этого выделили 250 миллионов долларов и участвуют во всех сделках Российского фонда прямых инвестиций по автоматической программе. Инвестируя более чем 10% от средств РФПИ в каждую из наших сделок. По итогам переговоров в широком составе к журналистам вышли министры иностранных дел. В этот момент произошла заминка. На месте не оказалось переводчиков. Как выяснилось, Владимир Путин и король Аль-Халифа решили продолжить разговор в одной из соседних комнат. Министрам пришлось подождать. Одна из ключевых тем переговоров – борьба с терроризмом. Бахрейн является частью международной коалиции, действующей в Ираке и Сирии. Но королевство хочет также сотрудничать и с российской стороной. Позиции двух стран в ближневосточном регионе, как выяснилось в ходе сегодняшней встречи, в последнее время сильно сблизились. Наша общая позиция заключается в том, что прежде всего необходимо видеть приоритеты для мирового сообщества. А это непримиримая борьба с терроризмом, мирное урегулирование различных конфликтов в этом регионе. И, конечно же, недопустимость действий, которые ведут к развалу государства. Под этим углом зрения, Его Величество и Президент России обменялись оценками происходящего в Сирии. Мы подтвердили нашу взаимную поддержку, обоюдную поддержку действий мирового сообщества на основе полного и неукоснительного выполнения резолюции Совета безопасности ООН 2254, в том числе в контексте необходимости поддержать инклюзивный межсирийский диалог, нацеленный на то, чтобы сами сирийцы решали судьбу своей страны. Бахрейн занимает особое положение среди стран Персидского залива. Большинство населения мусульмане шииты, однако управляют страной сунниты. Таким образом получается, что Бахрейн — это, можно сказать, Сирия наоборот. Во власти в Дамаске, как известно, находится шиитский клан алавитов, а большинство местного населения там как раз сунниты. Ближневосточный пассиан с Россией, как крупный международный игрок, представляет интерес для Бахрейна. Аравийская монархия ищет противовес влиянию Ирана, главной шиитской страны исламского мира. В свою очередь для России переговор с Бахрейном — это возможность использовать еще один рычаг давления на Саудовскую Аравию и Турцию, стремящихся активно включиться в сирийский конфликт. Причем происходит это всего через два дня после того, как в Бахрейне заявили о том, что готовы направить свои войска в Сирию вслед за Саудовской Аравией для участия в наземной операции. А уже сегодня министр иностранных дел Бахрейна говорит, мы за мирное урегулирование всех конфликтов на Ближнем Востоке. В прошлый раз король Бахрейна приезжал в Сочи осенью 2014-го. Посетил один из этапов соревнований — Формулы-1. В этот раз лидеры двух стран собирались покататься на лыжах, но в последний момент Аль-Халифа передумал, пообещав как-нибудь обязательно взять пару уроков у Владимира Путина. Обменялись сегодня главы государств и подарками. Путин подарил королю ахалтикинского коня по кличке Хаджибек. Он уже трижды был чемпионом мира. Он породил в 2014 году, в 2015 году. Ответным подарком стал меч из дамасской стали. Владимир Путин в этот момент вспомнил о народной примете. Это не какая-то протокольная вещь, это настоящий меч. У нас есть традиции, когда дарят холодное оружие, В ближайшее время российского лидера ждут в столице Бахрейна Манами с ответным визитом.